Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Рекомендации, обязательные к исполнению глава региона Игорь Кошин, сегодня обратился к главу муниципальных образований, руководителям департаментов и главным распорядителям бюджетных средств. Губернатор определил первоочередные задачи, решение которых должно пройти в кратчайшие сроки. В случае неисполнения, отметил Игорь Кошин, будут приняты серьезные решения. Главы муниципальных образований округа до 18 октября текущего года должны были представить предложения по двум направлениям деятельности. Снижение уровня безработицы на селе и по увеличению собственных источников доходов. На сегодняшний день средств не хватает. Несмотря на это, предложения от муниципалитетов поступило немного. На сегодняшний день, хотя сегодня уже не 18 октября, информацию не предоставил нам. Муниципальное образование поселка Амберма, видимо, нет проблем ни с безработицей, ни с доходной частью. Поэтому в управлении финансово просьба на это обратить внимание. Коткинский сельский совет, тоже все в порядке, видимо. Карский сельсовет, Тельвисточный сельсовет, Тиманский, Хариверский и Хасида-Харский. Поэтому, коллеги, с такой исполнительской дисциплиной не удивляйтесь, когда увидите процент на содержание. Ничего личного, чтобы потом не было у нас удивлений. К поручениям, отметил Игорь Кошин, относиться надо более ответственно. Бюджет текущего года сложный. Сложным будет и бюджет 2017-го. Все зависит от цены на нефть. На сегодняшний день она низкая. Предпосылок к росту пока нет. Если кто-то считает, что у нас доходных источников нет, в силе каких-то других причин, посмотрите ситуацию по Хариверскому СРП. Если мы на пике получали до 7 миллиардов долларов, в этом году, дай бог, чтобы мы 2-2,5 получили, да, Татьяна Павловна? Чтобы сверстать бюджет следующего года, отвечающий реальности, в кратчайшие сроки по поручению главы региона в округе должна быть создана специальная комиссия. В нее войдут представители департаментов, депутаты и общественники. Параллельно с этим необходимо решать и проблему с безработицей. Она реально существует, несмотря на то, что вакансий больше, чем официально зарегистрированных безработных. Много рабочих мест предлагают нефтяники. Но по некоторым причинам жители округа на существующие рабочие места не берут. На сегодняшний день на постоянной основе в компаниях недропользователей, расположенных на территории округа и здесь же ведущих свою деятельность, работает порядка 11,5 тысяч человек. Из них всего 300 человек – местные жители. С начала года в нефтяные компании трудоустроено всего 76 человек. Та же проблема и в строительной отрасли. Мы убеждаемся по каждому муниципальному нашему образованию, по каждому поселению. Большую часть тех работ, на которые мы тратим собственные бюджетные средства, большую часть этих работ выполняют приезжие компании, которые обходятся привозной рабочей силой. Мы сами профукиваем свои же рабочие места. Поэтому просьба при планировании работ и по заполярному району, и по стройзаказчику, все-таки смотреть, чтобы выходили наши компании с привлечением нашей рабочей силы. Я понимаю, что это сложно довольно-таки сделать, но здесь просьба к тому же Северо-Законсервису, вот, рефигенческих, настраивать их на подобные работы. Мы с вами говорили, когда мы централизовали и усиливали участки ЖКУ по населенным пунктам, что они будут принимать участие и в ремонтных работах, и в содержании тех же домов, и так далее, и тому подобное. Здесь убеждён Игорь Кошин, образовательным учреждениям региона необходимо готовить свои кадры. Усилением в этой части должна заняться комиссия по занятости населения совместно с представителями Департамента образования.